Сегодня речь пойдет о резине Собственно, поменял я свою кроссовую на Митас Е09 Ну, во-первых, начнем с того, что... А, начнем с того, что... Как я выгляжу? Вот, собственно, я В чем была ситуация? Я купил этот мотоцикл И он был у меня на такой кроссовой резине У меня сейчас ее здесь нет, она в машине лежит И по асфальту было ну жесть, как тяжело ездить Во-первых, он начинал, ну, немножечко плавать на дороге Но это нормальное свойство кроссовой резины Вот, а во-вторых, она очень дико шумела, гудела То есть она чисто для леса Мне хотелось что-то все-таки более универсальное Но в тот же момент, чтобы можно было выехать в лес Чтобы был все-таки протектор хороший Вот, и, ну, я как-то остановился на Митасе Вот, и сейчас, ну, как бы мы еще покатаемся Я уже, ну, проехался И ощутил не очень приятный момент Который сейчас буду стараться решить Во-первых, что мне не очень понравилось Сейчас такая ситуация, когда едешь по дороге, по асфальту Ощущение то, что руль Чуть, ну, как бы он очень свободный То есть нельзя даже, ну, его постоянно контролировать Он как будто в масле, он такой легкий-легкий прям Вот, я, то есть считал, что может быть масса причин Из-за чего это То есть начиная от самой резины, заканчивая рулевыми подшипниками Амортизатором задним вообще Состоянием рамы, чем угодно, короче То есть сейчас я буду стараться это выяснить Не знаю, что из этого получится Но, ну, в общем, давайте сейчас начнем с того, что Проверю давление в шинах Потому что менял в автосервисе колеса Они накачали, не знаю, какое давление они сделали Но у меня есть подозрение о том, что может быть элементарно Или перекачаны колеса Ну, что скорее всего Потому что вижу, что недокачанными они не могут быть Так, давление в переднем колесе У нас два с половиной Вот, я думаю приспустить его Не знаю, мне кажется Все-таки на таком легком мотоцикле два с половиной Это многовато Хотя до двух хотя бы Хотя бы до двух приспустим Сзади, кстати, нормальная история Два и два где-то Вот, но еще попробую чуть-чуть приспустить Опять же, ради эксперимента Как он себя поведет Я читал такую тему Ну, мы идем от простого к сложному Вообще я привык таким методом действовать То есть сейчас не вижу смысла сразу перебирать вилку Читал, что может быть из-за того, что перетянута немножко цепь Вот такие погуливания и виляния начинаются Мне в сервисе, так как меняли колесо Цепь, честно говоря, натянули мне вообще неплохо То есть вот она в натяжку А если я сяду, она вообще очень сильно натянута Поэтому я сейчас думаю, что я начну следующий шаг С ослабления цепи Я думаю, это тоже как-то повлияет Так, ну что, я немножко ослабил цепь Вот, потому что, ну хотя бы пусть вот так будет Все-таки это, ребята, не забывайте, это не дорожник Это эндуро техника И у нее немножко больше ход подвески, чем у того же дорожника Так Ребят, я, к сожалению, не смог вам показать, как я это все делал Я вывешивал сейчас на два эти колеса Это был цирк Я что-то просто запарился, тупо забыл поставить камеру, включить Я не буду это повторять, я устал Вот, потому что это спортзал утренний Для меня сейчас Вот В общем, проблем никаких нет Вилка не люфтит Ходит хорошо Ну, в смысле То есть, все четко Все-таки Митас, я думаю, он должен быть Ну, как-то хотя бы просто элементарно На ровной дороге держать ее Я уже не говорю о том, чтобы Быть супер там устойчивым Но Хотя бы ее держать Прямая Сейчас Нам надо немножко скорости Блин, все равно Нифига Вот, видите, что происходит Чуть-чуть рулем начинаешь Ну, как бы Он очень такой легкий стал Очень легкий То есть, на кроссовом он Как-то вот Я ощущал, что он Держит дорогу Здесь, ну, приходится Ну, сейчас еще попробую, конечно Не, ну, так держит Хотя, с другой стороны Вот, 60 Вот, чуть-чуть Если я чуть-чуть Рулем влево-вправо делаю Он прям начинает Вот, мотоцикл вилять Почему-то Хотя, подшипники Нормальные вилки Все нормально Почему так, блин Непонятно По какой причине По какой причине Такая ситуация Непонятно Я не знаю Может, еще колеса спустить Попробовать Ради прикола Сейчас еще спущу Ну, хотя Ну, они были Там, два с половиной Я не думаю Что это не докачанные колеса Блин, непонятно, конечно Вся эта история Может быть, просто резина такая Может, просто прикатать ее надо Я только поставил ее Вот, не знаю Ну, в общем Пока у меня, конечно Впечатления двоякие Она лучше, чем кроссовая На асфальте Это, ну, безусловно То есть Тут даже Не надо сравнивать Вот Но в тот же момент На скорости Вот это виляние Чуть-чуть Меня оно Ну, как-то Немножко напрягает Я еще не катал На ней По бездорожью Хорошо Может, она на гравийке Се лучше покажет Гораздо Не, ну, кстати Сейчас Чуть лучше 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 стало Лучше Я вот сейчас До 80 разогнался Я вчера ехал 80 И мне было страшно Мне было страшно Потому что Чуть шаг влево Шаг вправо Каралось Каралось Виляние мотоцикла Сейчас все-таки Поустойчивее Сейчас Ну, я руки Расслабил По крайней мере Я руки Расслабил Вот Ну, то есть У меня не напряжены Руки При скорости 70 Нормально Да-да-да 70-80 С другой стороны А что я хотел Это не спортбайк Блин, да, ребят Тоже Не надо сравнивать Как бы Попу с пальцем Как говорится Не, в целом Лучше Лучше 100% Я думаю Цепь Перетяжка цепи Это не в лучшую сторону Вот И Перекачка колес Тоже То есть Пятно Соприкосновения С асфальтом Я думаю Было меньше Из-за этого Очищалось Что Ну, ее надо Прикатывать Ее надо Вкатывать Эту резину 100% Это Это 100% Ее надо Вкатывать То есть Мне кажется Она должна Просто Прикататься Вот Потому что Ну, а что Еще может быть То есть Фишка В чем На той-то резине Не было Такого На кроссовой А может быть Еще Знаете В чем Проблема Я просто Привык К той кроссовой Резине Поставил Новую И ощутил Как работает Новая А она работает Просто По-другому Вот и все Все Хотя Нет Знаете Вот сейчас Я еду Вообще Вообще Нормально Претензий Каких-то У меня Нет Прям Видимо Да Настройки Чуть Чуть Бились Настройки Чуть Они в сервисе Не 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 Отточили В принципе Сейчас Все Лучше Лучше Гораздо Ну Есть Как бы Да Если рулем Дрыгать Тогда Прям На скорости Это было То есть Ну Малейшее Колебание Колеи Руля Каралась Вот такой Темой Такие Характеристики Как шумность Резины Она Все-таки Звук Конечно Естественно Как любая Резина Наверное Ну Из этого Сегмента Издает Шум Есть Но Если сравнивать С кроссовой Резиной Все-таки Нормально То есть Ну Не чересчур Вот Потом По поводу Класть мотоцикл В поворотах Пока не привык Не могу сказать Потому что На кроссово Я вообще его не клал Я чуть ли блин Я сбавлял скорость До пешеходной Чтобы завернуть Потому что Ну просто Стремно Эту резину Все-таки Я уже Немножко Подкладываю Потому что Боковой протектор У нее не такой Дикий Как у кросса То есть Она все-таки Такая эндурная Резина С возможностью Ездить в городе И Ну Вполне себе Неплохо Это Дело Исполняет Она Вот Что еще Колейность Ловит Нет Знаете Стремновато Пока Вообще Она жестковатая На самом деле Если вот так Ее просто Даже на ощупь Трогать Она жесткая То есть Мне кажется Еще от этого Причина Ну Если в холодную Погоду Если допустим Колея Какая-то Такая Разметка Ямки Ну Мне было Некомфортно Я вчера Ехал Вечером Поздно Вообще Было холодно Я очень сильно Замерз Асфальт Я думаю Тоже был холодный Резина была холодная Вот Ощущения Не из приятных Может быть Сейчас потеплее Просто Из-за этого Даже Она и дорогу Получше держит Знаете Когда раньше Ну Так читаешь На форумах Там Ну Кто-то Говорит Вот Дубовая Не дубовая Думаешь Да что Ладно По сравнению С кроссовой Любая Лучше будет Но не факт Не факт Знаете Кроссовая Ну Конечно Неприятна На асфальте Но она Вполне На небольших Скоростях Устойчивая То есть Вот это Допустим Ну К этой Нужно привыкнуть Еще То есть Она менее Устойчивая Чем кроссовая Если взять Вот так По факту Да Так скажем Разобрать Так В общем Я покатался И понял Что я Олень Такой С рогами Прям Мурманский Олень Короче Здесь же Все написано Вот Пожалуйста Для одного Человека Ну Я же умею Читать По Японски Я не знаю Вот это Что правда Написано Но я так Понял Вот В таком Адекватном Использовании Полтора Ну 1.5 Должно быть Давление Для двоих 1.7 Поэтому Я так понимаю Мне нужно еще Приспускать Потому что Блин Два Это много Я так понимаю Еще В силу Того Что Мне вообще Накачали Блин 2.5 В силу Того Что Это все Таки Легкие Эндуро Это Блин Не Какая То Иксер К 400 Там Где Ну Она Должна Держать Там Да Как бы Колеса Должно Быть Давление Хоть Какое То Нормальное То Здесь Вес Гораз До Меньше Мотоцикла Поэтому Сейчас Спускаю До Полутора И Заново Тестирую Спустил Я колесо Переднее Просто Ради Эксперимента Сделал Вообще Там По-моему Единицу Его Вот Сейчас Закачаю Побольше Ну Короче Какие Мои Наблюдения И Итоги По Этой Резине Ну Во-первых Я понял То Что Если Вы Пересаживаетесь С кроссовой Резины На Эту Есть Разница На кроссовой 60 Уже Стрёмно Было Вот На этой 60 В принципе Нормально Вот Есть Нюансы Сразу Да По поведению Мотоцикла По крайней мере В моем Случа Это Немножко Как сказать Немножко Такой Резкий Отклик На руль То есть Если На кроссовой Ты Чуть Лево Чуть Право Она Как-то Просто Поплыла Знаете Вот Мотоцикл Плывет Да Немножко А здесь Она Прям Откликается Очень Активно Вот Но я думаю Это еще В связи с тем Что резина Новая Ее нужно Прикатывать Я думаю Ну может быть После там Тысячи километров Она как-то Более-менее Начнет адекватно Себя вести Ну она В принципе Я не жалуюсь Она неплохо Себя ведет Но Просто наверное С непривычки Такой контраст Чувствуется Вообще Размер Да Шашек Вот в принципе Палец Стандартный Такой Обычный Палец Грязный Ну вот Вот получается Между шашками Высота тоже Где-то Чуть выше пальца Вот Ну такая она Конечно Не сказать Что очень мягкая Она дубовая При всем том Что Сейчас давление Невысокое Закачано в шинах Ощущение То что Она накачана Вот Боковые шашки Видите Невысокие Они сглаженные Идут Соответственно В грязи Говорят Что не очень хорошо Она очищается Вот Но по сухому Не знаю По сухому Как бы Как сказать Почве Так скажем Должна Ехать хорошо В принципе Песок Это вообще Я вчера попал на песок Немножко по обочине Решил объехать пробку Попал на песок И честно говоря Я прям У меня Поджалось Все потому что Она вообще неуправляемая На песке Мне показалось Опять же Вот Если у вас есть Какой-то опыт Какие-то мысли По этой резине Напишите Я думаю Будет полезно Мне И полезно Другим Нашим зрителям Вот На этом все Ребят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok